Кажется, что совсем недавно был период, когда понятия фашизм и геноцид устарели, остались в прошлом и возвращаться к ним больше не придется. Но нет. На мероприятии, приуроченном ко дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, собралось очень много брещан и гостей города, представителей разных поколений, чтобы на открытии выставки и презентации книги «Геноцид белорусского народа» вспомнить тех, кто погиб в те страшные годы. В этой книге нашла уже отражение та работа, которая проведена органами прокуратуры по расследованию этого уголовного дела. На данный момент сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета допрошено более 14,5 тысяч узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также их родственников, в том числе более 7,5 тысяч непосредственно бывших узников концлагерей. Эти новые факты приведены в этой книге. Ну а основная задача, конечно же, это сохранить эту историческую память, чтобы мы не забывали о тех зверствах фашистов, которые совершались ими в отношении населения, проживавшего тогда в те годы на территории Беларуси. Книга сама по себе важная. Книга сама важное событие в общественно-политической жизни, в научной жизни Беларуси. Потому что она отражает материалы уголовного дела, которые были возбуждены Генеральной прокуратурой. Здесь много новых материалов. Но структура книги примерно такая. То есть начало войны, планы нацистской Германии, потом наиболее массовые места, такие знаковые уничтожения людей. То есть вот эти лагеря военнопленных, Васюковщина, например, Тростенец и так далее, представленные на основании материалов книги. Материалы по каждой области. То есть вот такая квинтэссенция того, что здесь натворили нацистов в каждой области. То есть вот это и документы, это и карта, где показаны места массового уничтожения людей. Это памятники, то есть как руковечена память жертв нацизма в каждой области. Материалы раскопок, поскольку Генеральная прокуратура и поисковый отряд Министерства обороны ведут эту работу до сих пор. В прошлом году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. А все это для выявления неизвестных ранее фактов злодеяний на нашей земле. В каждом регионе страны проводились и проводятся следственные действия. Ведется работа с архивными материалами, опрашиваются очевидцы далеких событий. Председатель Брестского городсполкома Александр Рогачук отметил, что вышедшая книга является напоминанием поколениям, не знавшим ужасов войны, о той правде, которая звучит из уст очевидцев. Здесь уже подобран материал с учетом наших современных элементов восприятия какого-то видео, фоторяда и прочее. Поэтому книга очень серьезно берет за душу, очень тяжело, но в то же время очень воспринимается на одном дыхании. Поэтому эта книга будет в каждой библиотеке нашего города, в каждой школьной библиотеке тем более. И мы дальше эту работу будем продолжать. Процесс поиска останков людей погибших в годы войны, установление фактов, которые были здесь в период оккупации, он будет продолжен. И даже вот буквально недавно я подписал документ, у нас будет работать опять поисковый отряд уже на территории Брестской крепости. Опять дальше будет копать, потому что установлены захоронения. Это вот начнется осенью этого года. Участники презентации были едины во мнении, что такие страшные события и факты нельзя забывать. Анна Беляева вместе с сыном уже 13-й раз специально приехала в Брест и Санкт-Петербург, чтобы открыть для себя и своего ребенка неизвестные факты о войне. У наших народов, да, Россия, Белоруссия, Украина, неважно, у нас у всех есть общая история, очень большая общая история, это история народа-освободителя. И вот такие вещи, которые, да, фашизм и все такое, во-первых, и дети это должны знать обязательно, всю эту историю. И мы, взрослые, должны об этом не забывать. И вот такие книги, мне кажется, что они очень наглядно показывают то, чего мы в будущем должны избежать и чему мы должны учить своих детей. Чтобы они это тоже знали, чтобы они это изучали, чтобы они это помнили и приносили дальше и дальше, чтобы это никогда не повторялось. У меня родители были на войне. Папа Багин был, и он много рассказывал, как-то страшно вообще. И мы всегда этой темой интересовались. И всегда мы знаем правду от своих родителей. Поэтому вот решили посетить, потому что здесь много материалов, которые и документальные. Вот я хотела книгу купить, но сейчас за русские рубли мы еще не успели поменять на ваши деньги. Но сейчас, если успеем поменять, я обязательно куплю эту книгу. Книга «Геноцид белорусского народа» вышла в апреле 2022 года тиражом «Тысяча экземпляров», который был раскуплен в течение месяца. В мае выпущен дополнительный тираж – 1500 экземпляров. Чтобы книга стала доступной для широкого круга читателей, издательство планирует к выпуску еще 1500 экземпляров.